Но помимо образования, одним из серьезнейших вопросов, с которыми столкнулся уходящий парламент, стало финансирование медицинской отрасли. Глава профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдес Керес не скрывал в телефонном разговоре с нашей службой новостей, что от нового созыва ждет решение многих задач, с которыми, по его мнению, не удалось справиться 11-му Сейму. Если мы смотрим на то, как теперешний уходящий Сейм планировал и утверждал финансирование здравоохранения, то я, конечно, это оцениваю отрицательно, потому что депутаты не придерживались к хорошей международной практике, рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. То, что я ожидаю от новоизбранного Сейма, что они наконец-то эту ошибку исправят. В первую очередь надо утвердить график увеличения финансирования здравоохранения так, чтобы в самое позднее, в 2020 году, госфинансирование здравоохранения в Латвии достигло 5% от всеобщего валового продукта. Одно конкретное дело, которое надо завершить, надо утвердить законопроект о пенсиях выслуги работникам скорой помощи. Спасибо.